Итак, массаж гуаша, один из видов японского массажа, применяется для снятия нервного напряжения, для расслабления, для воздействия на определенные биологически активные точки. Он проводится по определенным линиям, по линиям одного из меридианов, точечного массажа, а именно по меридиану ночевого пузыря, и точки этого меридиана располагаются линиями вдоль позвоночника. Первая линия отступя 1,5 см от позвоночника, вторая линия 2,5 см от позвоночника, и третья линия 4 см от позвоночника, как в одну, так и в другую сторону. Массаж осуществляется при помощи масел. Можно брать абсолютно любые масла, начиная от каких-то особо ароматических, интересных, если нет аллергии, до обычного масла детского, который позволит не вызвать аллергию, без запаха. Здесь масло выполняет роль фона. Значит, массаж гуаши осуществляется определенными скребками. Есть еще название этого массажа, в переводе на русский массаж, скобление монетой. Ну, в данном случае не монетой, а скобление специальными скребками. Они делаются, они костные, ну, в классике массажа они делаются из кости буйвола, но в современном варианте на самом деле разницы большой нет. Обычно это делается закругленным краем, всегда в скребке есть закругленный край и раздвинутый. Раздвинутый применяется для точек на лице, на кисти, это не актуально сейчас для нас, и более актуально для косметологов. А мы берем закругленный край и движение осуществляется именно движением скобления. Посмотрите, как это делается, это ведется вдоль, да, вдоль позвоночника с достаточно сильным нажатием, видите, даже масло скатывается. Вверх мы поднимаемся просто и сверху вниз опять осуществляем скобление. Сначала мы делаем по одной стороне, вот первая вертикаль, вот вторая вертикаль. Видите, после массажа остаются полосы, достаточно интересные красные полосы, ничего страшного в этом нет, это нормально. Эти полосы могут оставаться достаточно долго, вот, ни о чем они не говорят, никакой, вот, да, в этом роли не играют. Говорят только о том, чтобы делать все правильно. Дальше мы уходим по другой стороне позвоночника. Они располагаются симметрично, идет определенное давление, да, и вот, вот движение. Мы именно, именно скобляем. Такое ощущение, что вы стираете, ну, стираете защитную полоску на лотерейном билетике. Да, наверное, что важно добавить, это то, что мы избегаем, стараемся избегать, по крайней мере, максимально розинки и бородавки. Да, вот видите, я стараюсь их обходить. В данном случае довольно много, но на самом деле, вот, и вот посмотрите, вот это линии, да, вот их классические шесть. И еще один момент, пользуясь случаем, есть определенные участки, точки вот этого меридиана, которые отвечают за проблемы мочеполовой сферы, как у мужчин, так и у женщин. У женщин это нарушение менструального цикла, какие-то нарушения в гинекологии. Вот у мужчин это нарушение функции предстательной железы, нарушение функции мочевого пузыря, как и мужчин, и у женщин. Эти точки располагаются, вот если мы берем нижний отдел позвоночника от последнего ребра, вот последнее ребро, и спускаемся ниже. Вот если мы эти линии как бы сделали, то они получаются между ними, и вот от этого мы ведем практически до тазовых костей, до копчика. Три линии тоже, они уходят далеко. Вот это исключительно определенные показания. То есть это не надо делать всем, но вот так мы лечим определенные заболевания. Еще раз повторю, это заболевания у женщин, заболевания сферы гинекологии, нарушения менструального цикла, циститы, эндометриты, аднокситы, спаление в придатках. У мужчин это тоже заболевание мочевого пузыря, это различные уритриты, различные теологии. Интересно. И самое главное, воспаление предстательной железы у мужчин. Вот лечится таким образом. Иногда это неплохо помогает при геморроях у мужчин и у женщин. Так что используйте этот метод. Этот метод достаточно неплохой. Скребки можно заказать в интернете. В интернете. И вот используйте этот эффективный метод массажа для здоровья. Для улучшения здоровья. Всего доброго.